Всем привет! Это Зеркова Кухнина М1 с Чабой Бакошем. Да, и с полиграфом шариком. Мы готовим здорово, вкусно, полезно и уже праздничным, накануне Великого Праздника Светлой Пасхи. Сегодня мы приготовим для вас свиные пасхальные ребрышки, мраморные китайские яйца и запеченные корнеплоды. Чаба Бакош. Я. Кулінар від Бога. Вередливий у їжі, тому усі ідеальні рецепти створює сам. Поліграф Шариков. Експерт з правильного харчування. Вибагливий до їжі, тому не кожному вдається задовольнити його вишуканий смак. Мне нравится работать с деревом. Именно поэтому я работаю в этой программе с тобой. Оскільки сьогодні нашим диво-кулінарам треба буде багато чого нарізати, Чаба вирішив випробовувати долю і пограти з поліграфом. Хто програє, виконуватиме усю чорну роботу. Вот це странне сооруження придумал я і построю Чаба Бакош. Торт-лицо. Называється, да, торт-лицо. І зараз ми проверимо, наскільки ізобретатель справився з заданням. Диваєте, мені 250 гривень, і ти позиціонуєш. Диваєте, 450 гривень. Хорошо, 450, давай. Ох і Чаба, ох і хитрющий угорець. Півтори тисячі гривень заробив, а нарізати, готувати все одно будуть разом. Почнемо з приготування смачнющих коренеплодів. Я хочу вас познакомити, це репка, ті, які в сказки тянула бабушка. З дедушкою. І так репа. Хочете бути красивими та стрункими, їжте ріпу. Вживання цього корисного овочу покращує стан шкіри, волосся, нігтів та зубів. А якщо ви прагнете підвищити імунітет, вживайте ріпу сирою. Це пастернак. Це пастернак? Це пастернак. Познакомься. Так, от який ти. Пастернак? Сергій, Сергій Пастернак. Пастернак – король дієтичного харчування. Пастернак покращує травлення та зміцнює судини. Смак приготованого коренеплоду нагадує солодкуватий горіх. У деяких стравах пастернак використовують замість буряку. Морковка? Білорусська. Чеснок? Чеснок? Лук? Так, давай. Сиди за диханням. І сельдерей, я дивлюсь. У нас корінь сельдерея. Корінь сельдерея. Возьми його в руку. Так, от он. Хорошо. Корінь селери покращує обмін речовин, підвищує гемоглобін, позитивно впливає на чоловічу потенцію. Сельдерей – одна штука, лук – две штуки, чеснок – одна штука, репка – две штуки. Пастернак – один и две моркови. Чистим все это, да? Слышишь, ты можешь морковку так чистить, чтобы она еще осталась? Ты можешь вот на этом конце доски чистить? Можешь гораздо безопаснее для тебя. Я никогда не чистил корінь сельдерея. Как правильно это сделать? Ну, как я. Разрезать, да, его? Почему мы очищаем корнеплоды от кожуры, если мы их собираемся запекать? Ну, без кожуры вкуснее, нет? Если ты отвечаешь на вопрос, то отвечай на вопрос. Не отвечай на вопрос – вопрос. Вот. Я тебе скажу, почему мы это делаем. Почему? Потому что мы будем их перчить, солить, поливать оливковым маслом. То есть мы будем придавать... Это ты придумал. Это твой рецепт? Ну, я просто вычитал в Википедии. Википедия, конечно. Смотри, Википедия. Я заметил, кстати, что как только ты вот чистишь чеснок, сразу пахнет колбасой. Ну, да. Потому что лучшая рыба – это колбаса. Так, смотри, как мы красиво... Я хотел бы, чтобы ты его кубиками нарезал. Кубиками? Кубиками, да. Конечно. А ты как считаешь? Давай будем пробовать. Вот. Пусть будет так. Пусть будет по-твоему. А, репа еще у нас тут, смотри. Репу почистим. А как ты хочешь эту репку нарезать, скажи? Кубиками. Творческий человек. Кубиками. Кубиками уже есть. А, ромбиками. Ромбиками, да. Давай. Ну, хочешь... Я всегда нарезаю ингредиенты, ну, по-разному. Ну, красивее. Стильно. Смотри. Луковицы. Вот между ними положим. Так, что-то еще мы должны были запечь. Чеснок. Чеснок вот уже есть, смотри. Так, он уже есть. А разложим между... Можем, можем... Он должен напитать. Да, да, да. Можем еще дополнительно одно вообще целиком я иногда запекаю. Сейчас, если получится мне разобрать его. Смотри. Вот так. Потом оно очень вкусно. Так, это соль. Соль. Соли. Извини. Это перец. Не, это перец. Но чуть-чуть давай его. Хорошо? Все. Значит, чеснок мы позиционируем между корнеплодами для того, чтобы он... Могу поливать? ...оздал свой аромат. Да, поливай. Смотри. Чик. Это будет очень вкусно. У великую форму для запекания выкладываем на пергамент очищенные и нарезанные корнеплоды. Корень селеры, пастернак, репу, моркву, цибулю. Зубчики чесноку розкладываем между овочами, солимым, перчимым и смешиваем оливковой олією. Наши корнеплоды готовы для запекания. Давай тогда клади сверху вот сюда. Наискосок она зайдет. Наискосок? Да. Не, вот так, да. Наискосок. Все. Да. Итак, какая температура? И сколько? 220. 220. И я думаю, что минут 30 ему достаточно будет. Дивиться далее у зерковой кухни. А зачем этот шампунь? Скажи мне. Это не шампунь. Это бальзамико. Я подумал, что ты из отеля, где мы остановились, взял шампунь и привез его. Мне он очень нужен, шампунь, да? Мы их сделаем идеально здоровыми, полезными. Да, со свиньей вместе. Вот здесь должна торжественная музыка звучать. Вот это мое первое мраморное яйцо в жизни. Да. Некоторые телезрители включили нашу программу только сейчас, и они думают, что это за балбесок в кадре? Что это за забавный человек в костюме драже? Это Чаба Бакоша. Меня зовут Алиграф Шариков. И мы сегодня готовим китайские мраморные яйца по случаю Пасхи, которая будет завтра. Ребрышки. Ребрышки. Ну вот, нужно, допустим... С мясом сейчас я буду разбираться. Я тебе предлагаю, смотри, возьми блендер твой, любимый. Ты же этот. И вот помести вот это туда, это. Смотри, смотри, то есть ты предлагаешь мне создать... Что-то типа маринада. Типа маринада. Конечно, конечно, конечно. Которую мы будем втирать в ребра. Абсолютно. Ну, мы натрем, да, вот так. Прямо все, да? Нет. Нет? Все, нет. Да команду, сколько? Вот. Щепотку. Раз. Еще. Еще? Да. Вот сейчас дугмяный перец. Говори, столько? Столько. Сейчас, мы должны правильно на маску сделать. Все, окей, да, есть. Фенхеля сколько? Фенхель. Сколько? Ну, 2 щепотки. Листики тиммиана. Да, пахнет, конечно. Пахнет хорошо. Да, да, да. Скажи? Как елочка. Нет, это не елочка. Ты ошибаешься сейчас. Елочка будет сейчас там. Так, теперь. А вот елочка твоя. Ты же хотел елочку. Вот розмарин. Не забывай, у нас лаврушечка. Лаврушечка? Да. Лаврушечка, давай свежий. У нас лаврушечка еще. Да. Сколько? Сколько? Давай 4. Свежий лаврушечка. Вот. Наш розмарин. Все есть. Мы добавляем туда, знаешь, что... А зачем этот шампунь? Скажи мне. Это не шампунь. Это бальзамико. Крем-бальзамик, только бьянко. Бьянко, белый? Белый, да. Я подумал, что ты из отеля, где мы остановились, взял шампунь, привела с собой почему-то. Мне он очень нужен, шампунь, да? Так, окей. Сюда снова чеснок. Еще снова чеснок. Снова чеснок. И бальзамико бьянко. Смотри. Масло наше. Соли. Соли. Яйцо. Яйцо нет? Нет? Все? Это наша намазка. Аби приготувати пікантный маринад для м'яса, додаємо у блендер та ретельно сбиваємо чорний перец горошком, духмяний перец, насіння фенхелю, свіжий чебрець, розмарин та лаврова листя, білий крем, бальзамик, чесник, оливкову олію та сіль за смаком. Все, огонь. Хватит. Хватит. Смотри. Смотри, какой у нас супер-супер ребрышки. А ну. Очень по запаху на майонез. Ну. Это по-моему, что-то и есть майонез. Ну, это не. Только без яйца. Ну, без яйца майонез, конечно, сложно сделать. И без горчицы. Хорошо. Где мы будем измазывать это все? Измазывать будем вот тут, смотри. Вот здесь. Все. Давай намажем. Уливай. Сейчас все перемешаем. О. Вот это будет свежесть. Смотри. Клади равномерно. Я положу. Все, есть? Ты будешь мешать или я? Да, я все сделаю. Ты сделаешь? Я все сделаю. Хорошо. Давай, наконец-то. Включился. Включился человек. Интересно ему работать. Давайте. Это уже дорогого стоит. В мойку. В мойку. Мы будем мариновать его ровно 15 минут. Потому что у нас нет времени, и я очень голодный. Но вы вообще-то, дорогие телезрители, если хотите такое сделать, лучше его замариновать вечером, утром запекать. Когда гости придут, будет огонь. Давай, выкладывать. Ты хорошо перемешал. Как он пахнет? Пахнет замечательно. Скажи? Да, пахнет замечательно. Давай тогда ровномерно выкладываем вот так, аккуратно, красиво. Каким образом покажи? Направлением покажи. Ну, вот так. Вот так, да? Папаря, я хотел, чтобы на боку он не был. Можешь так? Конечно, можно. Вот так, да. О, класс. Слышишь, ну... По большому счету, оно так пахнет, что можно уже его пушить. Уже можно. На свинину нежелательно есть... Сырой. Сырой, да. Телятину можно, на свинину. Салмонелла обеспечен. Я вообще не помню, когда последний раз я буду на свинину. Сегодня будешь? Посмотри, у нас осталось еще очень много намазки. Давай сверху просто вылим. Давай. И... Если ты с этим справишься, то я подумать, руки. Давай, справляюсь пока. О. Все. Огонь. Итак, у нас были простые ребрышки, друзья мои. Но благодаря кулинарным изысканиям мы сделали их пасхальными. Смотри, чтобы не пустая была вот эта движуха у нас, всегда можно запекать, допустим, лучок. Так, поздно не было. Мы потом доедем. Так, хорошо, но может быть мы какие-то другие корнеплоды запечем еще? Так, нет, у нас же есть. Осталась репа. Сюда же. Осталось немного пастернака. Сюда же. Ну, если тебе не лень чистить, можем запечь. Хочешь? Если не лень чистить, давай. Давай добавим. Тогда чисти одну репку, а я почищу одну вот такую. Окей? Да, добавим немного. Давай действительно попробуем эти корнеплоды, по-моему, сделать. Давай их не поливать маслом. Давай посмотрим, получится ли они... Не будем поливать. Не будем поливать. Осторожно, пожалуйста, с рукой. Вот держись с своей стороны. Не будем поливать, будем делать, как ты говоришь. Мы их сделаем идеально здоровыми, полезными. Да, со свиньей вместе. Ты же с свиньей не дружишь, да? Ну, свинина тяжелая достаточно мяса. Трудно усваивать, тяжело усваивать. Поэтому если кушать свинину, то очень редко. Ну, раз в год на пасту. Я тебе говорю, что я тоже не агитирую, что надо свинину кушать каждый день. Во-первых, это жирно. Пастернак гораздо дешевле. Жирновато, жирновато, да. Готовьте шницель из пастернака. Шницель. Да, ну это вкусно. И отбивные из репы. Смотри, все, отправляем. Мы позиционируем. Давай тогда, благослови его. Готовное блюдо. О. Да, да. Аккуратно, аккуратно. Вот. Отправляем в духовку. При температуре 225 градусов. На. На. Я думаю, что за час будет готово. У нас освободились руки. Надо убрать. У нас есть яйца. Да. Руки, яйца. Ну, у меня есть у тебя. Какую веселую игру ты придумаешь? Ну, я же не музыкант, это ты же твое. Послушай меня. Только потому, что я написал одну-две великих песни, это не значит, что я великий музыкант. А у тебя что, есть были великие песни? Мне нравится работать с деревом. Именно поэтому я работаю в этой программе с тобой. Это Зиркова Агутня с Щабой Бакушем и полиграфом Шариков на М1. И сегодня мы готовим пасхальные, мраморные, китайские яйца. Ты знаешь, как готовить? Ты знаком с ними? Я первый раз об этом слышу. Смотри. У нас уже кипит вода. Мы сделаем. Это очень сложный рецепт, поэтому советую повторять это вместе с нами. Делайте это самое параллельное. Да, поставьте. Вот, дамочка с бегудями. Поставьте кастрюлю и прямо сейчас кипятите там воду. И если хотите, чтобы у вас завтра это было готово, чтобы вы могли его посвятить, то готовьте сегодня. Сегодня, да. Лучше, чтобы он постоит. Вот это черный чай. Так, что ты сейчас делаешь? Черный чай. Ты говори все, потому что домохозяйки не понимают, что ты сейчас делаешь. Вот, мы сюда положили черный чай. Вот сейчас мы кидаем сюда бадьян. Бадьян пахнет анисом. Анисом, да. Это анис по большому счету. Анисом, да. Две-три палочки корицы. Мы сделаем такой навар. Седра. Смесь чифера и глинтвейна. Да, да. Только это пить не будем. И знаешь, что это? Я думаю, что никто из телезрителей не знает, что это. Что это? Это сушеный финий какой-то, да? Нет, это мускатный орех. Он вообще не пахнет. Для того, чтобы мускатный горех раскрыл свой аромат, нужно его натерть. А вот теперь он дает интенсивный запах. Да. Мне кажется, цвет это не дает, это больше запах. Это вкус. А нам важен здесь вкус или все-таки цвет? Нет. Но цвет мы получим от черного чая и от темного соевого соуса. Скажи, пожалуйста, а китайцы, когда делают вот эту закваску пасхальную, они помешивают или не помешивают? Ну, для них это не пасхально. Это каждый день. Они могут это кушать. Ну, в принципе... Что ты сейчас подливаешь? Соевый соус. Темный соевый соус. Есть. То есть все вместе, насколько вы можете убедиться, интенсивно коричневого цвета. А как он пахнет? Может быть. Он пахнет чаем. Чаем. И с чем еще? Немного соевым соусом. Тут варятся наши яйца обычные. Сколько минут они варятся? Их надо сварить хотя бы 6-7 минут. Понял? Чтобы уже внутренность была его твердой. Потому что сейчас мы его будем ломать. То есть это практически яйца, сваренные вкрутую? Вкрутую, да. Ты знаешь, вот я должен тебе признаться в том, что я впервые в жизни, да, вижу вот такой вот рецепт. То есть никогда не видел, никогда не пробовал мраморных яиц. Ну, ничего страшного. Всегда надо... Смотрится очень. Смотрится это очень. А ты еще сейчас посмотришь, как она будет окончательный результат. Бери ложку. Четпот железную. А можно деревянно это сделать? Можно деревянно. Смотри, мне нравится работать с деревом. Именно поэтому я работаю в этой программе с тобой. Чуть качает. Итак, мы берем яйцо в левую руку. Да, да, только, пожалуйста, не этот, давай без дурости. Смотри, самое главное, самое главное, ты взял этот, смотри, он уже чуть-чуть разбитый, давай тебе целый дают. Ну, вот это. И самое главное, ты должен бить его так аккуратно, аккуратно, чтобы не повредилась внутренняя пленочка. Понимаешь? Да. Вот, смотри. То есть ты постукиваешь просто, да? Постукиваю, да. Чуть вся страна сейчас постукивает вместе с нами. Смотри. Все. Трещинки. Я помню все твои трещинки. Да. Напевает какая-то домохозяйка сейчас. Смотри. И вот поставишь туда. Тут будем давать. Аккуратно побить, побить яйцо деревянной лопаткой, это нужно уметь. Это природный талант. Смотри. Вот, мне кажется, у меня получилось. Где будут трещинки. Так. Где будут трещинки. Туда зайдет краситель, да? Да. Чефир, как ты его называешь. Вот и все твое коварство. Я опускаю туда вот уже. Опускай. Хорошо. Все. Огонь. Все, есть. Оп. И еще в этом отваре еще варим 15 минут. Может быть, это ритм высушит просто. Но я же не музыкант, это ты же твое. Послушай меня. Только потому что я написал одну-две великих песни, это не значит, что я великий музыкант. А у тебя что, есть были великие песни? Какао белого цвета. Какао белого цвета. А это какао белого цвета. Да и то правда. Некоторые телезрители включили нашу программу только сейчас. И они думают, что это за балбесок в кадре. Что это за забавный человек в костюме драже. Это Чаба Бакаша. Меня зовут Анатограф Шариков. И мы сегодня готовим китайские мраморные яйца. По случаю пасхи, которая будет завтра. Вот я его закрываю. Пусть она варится. А мы телезрителям покажем то, что мы уже сделали. Это я уже готовил вчера. Смотри. Я хочу, чтобы ты почистил один. Вот это. А и я почищу один. Мне кажется, огонь. Смотри. Вот. Вот здесь должна торжественная музыка звучать. Вот это мое первое мраморное яйцо в жизни. Да. 41 год я существовал и не знал, что есть мраморные яйца. Ты не знал, что есть мраморные яйца? Смятку, яйца вкрутую, яйца в мешочек, яйца пашот. Но век живи, век учи. Яичница глазунья. А мраморных я не слышал? Реально не слышал? Нет, нет. Это же шедевр. Для приготовления марморовых яиц нужно сделать варь на основе чорного чаю, бадьяну, корицы, сушеної цедри, мускатного горького и соевого соусу. Яйца спочатку варим у подсоленной киплячей воде 7 хвилин. Охолоджуем их и за допомогою ложки створюем маленькие трещинки по всей поверхности яйца. Яйца с трещинками кладемо у відвар и варим их еще 15 хвилин. Знимаем из огня и оставим яйца у відваре минимум на 6 годин. Это знаменитые пасхальные свиные ребрышки, которые мы готовим с чабой раз в год на Пасху. То есть, вот не 41 год, 41 раз мы это готовили. 41 раз, да. Да, и по этим мне это не так часто. А ты уже в детстве ел такое? А посмотрите, как выглядит запеченный особым образом пастернак. О! Вы такого не видали. Вот это, который мы запекали с маслом, а это мы запекали сухую. Который мы запекали без масла. Сухую, да. Вот это пастернак для фитоняшки. Фитоняшки, а это для фитопашки. Смотри, какой крутой. А? Огонь? Будешь пробовать? И вы оба уязково спробуйте приготовить эти смачнющие стравы дома. Тоже, с радостью нагадуемо рецепти. Аби приготувати корени плоди у велику форму для запекания, выкладываем на пергамент очищені та нарязані корень селери, пастернак, ріпу, моркву, цибулю. Зубчики чеснику розкладываем между овочами, солим, перчим и смачиваем оливковой олією. Випекаем овочи у розогритой до 220 градусов в духовке протягом 30 минут. Для приготовления свинячих ребер спочатку сделайте маринад для мяса. Для цього додайте у блендер чорний перець горошком, дохм'яний перець, насіння фенхелю, свіжий чебрець, розмарин та лаврове листя, білий крем-бальзамік, чесник, оливкову олію та сіль за смаком. Ретельно збите. Намастіть свинячі реберця та залиште їх у маринаді на 10 годин. Запікайте м'ясо разом з овочами при температурі 225 градусів рівно годину. Всегда надо начинать с яйцем, по-обычайному, по-пасхальному. Давай. Христос воскресе. Поясний воскресе. Ну, и что? Ну, мне кажется, нормально. А мне кажется, что вообще никакой разницы нет во вкусе. То есть обыкновенное яйцо, я считаю, что не стоило заморачиваться с красителем, столько чая переводить, столько бадьяна. Ну, а как ты добьешься такого результата? Корицы. Очень просто. Просто берем луковую шелуху и в ней варим. Главное – это изначально сварить яйцо в соленой воде, отбить его лопаткой, потом просто выварить в красителе. Давай сравним по вкусу. Ты же хотел пастернак. Вот мне нравится мой сухой пастернак. Да? Да. А мне как раз нравится мой. Смотри. Позовай не сухой. Вкуснее, нет? Это корнеплоды изумительно получились, кстати. Ну, вот видишь. Никак в моем рационе после сегодняшнего дня будет гораздо больше корнеплодов. Да? Ну, давай тогда мясо попробуем. Давай. Давай. Пора. Ммм, очень жирно. Жирно, да? Моги. Ну, ничего страшного. Раз в год можно и поесть жирно. Пряное. Ну, нереально жирно. Сам маринад придуман неплохо очень. Если бы вместо свиньи, вместо свинины, была бы, например, индейка. Ну, что делать? Ну, каждый день же ты не хочешь индейку кушать. Ну, смотри. А свинья и автока свинья. Вкусно? Ну. Ну что, давай дойдем к корнеплоду. Корнеплоды дойдем. А свинью, а свинью, а свинину мы сможем только завтра покушать, потому что имеем разговец оправа бы только завтра. Абсолютно. Но мы должны были согрешить. Мы согрешили с благой целью. Да, мы несем вам кулинарный свет. Мы хотим научить вас готовить полезно, здорово, вкусно, недорого. Жуем вместе с нами в программе «Зерковая кухня» на канале М1. Редактор субтитров А.Семкин